Сейчас у нас полдвенадцатого вечера, мой сын везде ничего не ел, и в полдвенадцатого вечера он мне сообщил, что он будет есть макароны. Стою, варю я макароны, а я, чтобы времени не терять, тоже решила, нет, закрой Миран дверь, все спят, закрой, сделать себе поздний ужин или ранний завтрак. Сырники, да не просто сырники, а с клубничным сиропом и со сливками, да, я могу себе это позволить, я толстой никогда не была, я могу есть даже среди ночи. Получается? Угу. Вкусно? Давай я себе сделаю. Смотрите, как-то. Мы отсекаем кристалл. Так, мы вышли на улицу, сегодня классная погода, куча снега и не очень холодно. Я хочу пойти, сходить к школе, посмотреть, когда нам в школу, завтра или в среду. Вот, идем, пойдем, посмотрим. Милана говорит одиннадцатого сичка. Идем. Я иду, провалюсь. Я тоже. Мои уги не рассчитаны на такую погоду. И ты провалился. Да. Я вообще на колени упал. Давай, пойдем. Я в твоих ногах не вижу. Привет. Сегодня встали в 7 утра. Слава богу, как-то поднялись. Я переживала, вообще не встанем, потому что на каникулах мы постоянно просыпались в 11, 11, 30. Вот. Я вообще не выспалась, конечно, ужасно. Милана мне вчера устроила очень классный вечер. Сейчас расскажу. Короче, 25 декабря был конец учебной этой четверти. Когда Милана пришла со школы, я у нее сразу же спросила, что задавали, потому что наша учительница задает. Милана сказала мне там, ну, сказала, сказала, сказала. Я еще подумала, как-то мало. Переспросила у нее точно это все, точно это все. Потом, спустя неделю, я подумала, ну, как-то все равно мало. Еще раз переспросила. Все, ну, все так все, мало ли, не задавали вообще в первом классе, в принципе, уроки не должны задавать. Вчера, в 5 часов вечера, когда я собираю портфель на завтра, с портфеля, с какой-то книжки, выпадает волшебный листочек. И на листочке написано задание на зимние каникулы первого Д-класса. И там реально миллион всего. Милане крупно повезло, что в это время она была на гимнастике. Я успокоилась. Забрала ее, показала этот листочек. Она сказала, что она видит этот листочек в первый раз. В общем, я не знаю, что произошло. Я не думаю, она умышленно не могла умолчать. Я думаю, она просто гаву споймала и не знала действительно про существование этого листочка. Ну, что делать? Начали. Ну, там надо было и письмо, и математику. Но сегодня есть только математика. Поэтому мы начали с нее. С 7 вечера до 12 вечера она писала. Хотя ей очень много помогало. Там в конце уже я считала. Она писала. И в конце, спустя 2 часа, я уже сама 3 плюс 5 плюс 2 хотела считать на калькуляторе. Честное слово. Я уже так задолбалась с этими 1 плюс 2, 3 плюс 5. Короче, в общем, мы написали. А сегодня предстоит еще писать письмо. Математика у нас идет лучше, письмо хуже. Но хорошо, что мы можем начать это делать в час дня, когда я заберу ее со школы. Правда, мы сегодня еще идем в цирк. И тоже 3 часа будет потеряно. Так что, думаю, придется до 12 сидеть. А еще, блин, еще, конечно, мы уезжаем через 3 дня в Карпаты. Я хочу подойти к учительнице и спросить, что нам делать на эти 2 недели, пока нас не будет в школе. И с учетом того, что у нас здесь сделала то, что задали на каникулы. И плюс еще 2 недели нас не будет. Я думаю, Милане будет весело в Карпатах. Вот такие вот у нас дела. Вот. В общем, ладно. Пойду я, наверное, поубираю. Придумаю, что им приготовить. Не знаю. Приготовить это целая проблема. Они у меня ничего не едят. Мы с Миланой приехали в цирк на Золушку. Попа Лешка. Сто лет тут не была. Пойдем. Мы уже сели на свое место. Но еще пока рано. Тут еще артисты репетируют, да, Милаш? Какие-то игры. Мам, а тут такие маленькие. Все, где они как котики. Ага, как котики. Милаш, ты слышишь звук? Да, это тигр. Самый большой. Это тигр. Боже, мне тут страшно. Самый большой. Субтитры позже. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем доброе утро. Я пришла на тренировочку с утра. Сегодня встреча. Кстати, игровая комната есть. Куда я раньше ходила, в зал игровой комнаты не было. Здесь, кстати, есть игровая комната. Это очень удобно. Но тут не вижу никакой няни. Конечно, одного Эмирона не оставила. Смотрите, какая у нас елка была. Там были такие... Покажу. Нет, не вижу. А, вот. Тут были такие дырочки. Вот. Дырочки такие. Ох. Называется наборная елка. А тут такие веточки. И уже все, конец. Всем привет. Я сейчас иду к своей куме Оле. Она у меня мастер маникюра. Она не мастер маникюра. Она мастер по наращиванию ногтей. У меня уже много лет наращенные ногти. Вот. Она мне сделает коррекцию. Еще покрасит брови. Вот. По бровям она, конечно, не мастер. Но по-дружески она мне красит брови. Она просто мастер на все руки. Так. Мы через два дня уезжаем в Карпаты. Нам повезет с погодой. Будет снег. Я, конечно, ни на чем не катаюсь. Ни на санках, ни на... Ой. Ни на лыжах, ни на сноуборде. Разве что на санках, на тарелках и на попе своей. Но все равно люблю, чтобы там был снег. Мы когда-то ездили, снега не было. Было немножко так скучновато. Вот. Жду Олю, пока она мне дверь откроет. И пойду наводить красоту. А Оля что не спешит за мной прибежать. Ой, как-то так тепло на улице. Снег тает. Ноги мокрые. Воскресенье, только так, чтобы не с самого утра. Аспирация! А для южных, с нами все понятно. Такие ногтики получились. Вот тут. Вязка такая. Мы уже сидим на чемоданах. Афирон даже лежит на чемоданах, да? Да. Мы завтра уезжаем? Да. Вон у Мелисы на чемодане моем. А Мелисы лежит на сумке. А Мелисы на моем чемодане. Она, бедняга, уже поняла, что она никуда не едет и начинает нервничать, да? Да. Всем привет. Я тут не могу собраться с мыслями и сложить вещи. Сначала все достало много. Потом поняла, что это много очень на 8 дней. Сложила, достала. Короче, я не знаю. Что мне взять, чтобы было не много и не мало. У меня тут все вокруг лежит. А, мам, нету моих вещей? Нету тут твоих вещей? Да, там они лежат. Все вокруг лежит. И никак я не могу определиться. Хорошо, Максиму? Там многие есть. Максиму хорошо. Он последние 5 минут соберет. У него и летнее, и зимнее. Все вместе на одной полке. 5 вещей на все сезоны. Все вместе соберет, и все в порядке. Вот тут разложила детские вещи. Да. Тут еще разложила. Да. Тут Мирошек сидит. И тут разложила. Кто к тебе пришел, сын? Кто? Кто пришел? Кто пришел, говори. Оля крестная пришла, дорогу принесла. Ты сложил ее? Сложил? Вот так. Знаки дорожного движения. Все правильно. Правильно. Мама знаки не знает, а Мирошек знаки. Все знают, да? Знаю знаки. Мирончик. Давай. А тут машинки какие-то прилагаются? Или кого мы будем запускать? Свои машинки возьмем? Есть. Покажи, маме, какие машинки. Будем сейчас запускать. Класс. Класс.